Итак, привет, YouTube, с вами Тима Блэк, как вы уже видите, передо мной такая вот беленькая, толстенькая коробочка с надписями iPhone 4s, здесь действительно внутри находится iPhone 4s, давайте посмотрим, что-то как приобрел свой iPhone в Китае, и пользуюсь символом, либо с Великобритании, либо с Ирландии, узнал я это, по-моему. Я где-то в интернете написал, я могу узнать откуда ваш iPhone, туда-сюда, и в интернете можете написать, найти, я не помню точно какой сайт, я бы скинул в описании, но я забыл, можете узнать откуда точно ваш iPhone, но я не знаю точно, потому что это очень странно, но я не знаю, но может быть это перекупщик китайский, но если что, я купил свой iPhone, прямо сейчас в Китае, так вот за iPhone, пока немного лучше, потому что здесь у нас в коробочке такая вот, такая вот корыца, можно сказать, из такого жестокого, твердого пластика, грустно говоря, твердого, ладно, не будем о нем. Вот здесь вот, такая вот приятая вся, такая вот закрутая папочка, здесь дали честь, планты. Вот так открываем, здесь вот такая идея, и не устанавливается в квартире, и не устанавливается сим-карту, как вот в эту нотку. Вот эта вот скрепка для открытия нотка, куда устанавливается сим-карта. iPhone 4, iPhone 4s, у нас микросим-карта. Вот здесь у нас вот такие вот наклеечки, вот так, да-да-да, вот здесь вот такая книжечка, всё на китайском описании. Я не знаю, всё на китайском описании. Здесь вот такая реальная инструкция, вот крепко показать, просто пульс, прекрасно. Ладно, всё на китайском. Здесь, как вы видите, на риском способе всё так запихано. Просто не знаю, как вы видите, как вы видите, в арбузском решении, вот такие вот старенькие наушники. Вот эти наушники, иначе я их, как только приобрел iPhone, это очень сильно функционируется, а вот они не такие уж удобные, как я имелся. Сейчас я, конечно, пользуюсь. Регулятор, громкость, сзади микрофона, методу службы. И за это им очень благодарен. Так, дальше у нас в коробочке вот такой вот USB кабель. USB кабель. С одной стороны у нас вот здесь вот такой конец, а с другой стороны вот такой вот 30-ти пиновый коннектор, да, вроде? Сейчас, конечно же, у iPhone 5 и iPhone 5s, и далее у них разъёмы для Lightning. Сейчас вообще везде используются Lightning. Сейчас вообще везде используются Lightning. А это 35-й коннектор, забыли все. Главное, что же, вот здесь вот такая вот здоровенная, массивная, тяжёлая вилка, которая не подходит для наших друзей, так как включить iPhone. Эту сторону нужно сразу включать. Поговорим ее в интерфейсе, что за фильмы. Так, поговорим ее в интерфейсе. Так, спереди, как видите, у нас матовая пробка. А под матовой пробкой скрывается такой детский стеклянный экран. Да, вообще, не козы, не царапливая. Вообще, так чисто вообще, за ним все еще. Так, ладно, здесь у нас больших кнопочков. Так, а сверху у нас вот здесь как-нибудь фронтальная камера. Вот здесь динамик, чуть выше динамика. У нас, наверное, свой татчик света. Если бы у меня был iPhone в белом свете, то вы бы заметили. Чуть выше динамика. Что за симметричный татчик света. Так что, зад у нас тоже тесно-стеклянный экран. Тесно-стеклянная панель. У нас накрыта такой вот грязной матовой пленкой, и мы хотели бы поменять. Да. Надо поменять чуть-чуть уже. Совсем неприятно. Ну так что ж. Вот эти вот царапины. Снимите вот это вот. Вот здесь вот эти вот царапины. 8-мегапиксельная камера. Так, что здесь у нас? Вот здесь вот. Вот эта вот вспышка. 8-мегапиксельная камера. Так, давайте попробуем. У нас на сне. У нас здесь. У меня дюблятора громкости. Плюс, минус. И давай мы так дальше. У нас скачиваем. Который включаем. У нас уже была. Режим на скуканье. Замочный режим. Так. Справа к боку у нас здесь. А тут для сим-карты как раз уходит. И очень много старательно. Скорее, трансфер. У нас вот такой вот плаш. Которая отвечает за трезвольки. У меня. По макееву, например. Она же отвечает за включением. Включением. И здесь у нас трезвольный джек. Развивание. Чуть вправе. Здесь такая маленькая тарочка. Это микрофон. Да, это микрофон. Снизу у нас. Снизу. 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 Вот здесь вот. Так. Вот это вот. Это микрофон. Здесь вот. Вот это вот. Разъем для розетки. Ой. То есть для вот этого вот самого кабеля. А вот здесь вот динамик. То есть здесь один динамик и один микрофон. Это. Не думайте, что здесь два динамика. Да. Вот. Как вы, наверное, видите здесь. Такие вот царапины. То есть всякие различные. Царапины. Так вот. Сно. Тоже меня как-то напрягает. Надо ее как-то будет. Поменять что-ли? Что-ли-то сделать. Хотя пока ее поменяешь. Поэтому можно заказать СБ, если вы мне поможете, скиньте просто ссылку в комментарии на вот этот вот железнодородок, это будет очень брать. Ну так что ж, что я вам еще рассказал насчет антенны. Вот здесь вот антенна у нас начинается, здесь кончается, вот здесь тут же самое. Слева у нас антенна отвечает за JPRS, по-моему, а справа за Bluetooth и за Wi-Fi. Вообще, если сравнивать iPhone 4 с iPhone 4, то главная особенность, главная черта, как их различить. То есть у iPhone 4 начинается вот здесь, вот она и заканчивается. Вот здесь вот, вот здесь. А в iPhone 4 вот как видите, заканчивается вот здесь. Да, это самое главное их отличие. Так, давайте уже включим. Вот появилась наша все любимая ялочка. Белая интерфейс наш у нас. Айос 7. Айос 7. А раньше, когда Айос 6, было. А яблочко было. Какой-то разрез. Какой-то узор я даже не помню. Не помню. Было оно вроде такого серебряного цвета. Было как-то лучше. Вообще, разработчики Айос 7 как-то больше пришли к менополизму, да? Это кажется. Так что ж. 3.32 ночи. 4.32 ночи. 4.32 ночи. Возмакивайте написано. Айос 7. Айос 7. Айос 7. Н 가져단. 4.32객н все равно прошло несколько лет. Просто еще изменилось. У меня сегодня по-английски чуть больше. Хорошо рик. Вознаем массу передач. У меня уже пора принадлежить. Очень 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 хорошие булики. Так, вот здесь слева у нас можно выключить, выключить вспышку, включить вспышку, здесь вот HDR, включить, выключить, вот здесь вот у нас можно вот таким вот, вот таким вот действием можно переключать режимы, то есть вот один на один, фото, видео. Ну вот, с выходом iOS 7 у нас в камере, то есть режиме фото, справа, в нижнем углу у нас есть такая функция, то есть выключить несколько эффектов, то есть их здесь 9, но я в принципе не буду пользоваться, но если вы выключите фотку на страйбе, фоткаете ее как бы в аргументном эффекте и далее на страйбе подбираете. Это действительно, да? По-моему, это вообще ничего не будет, но мое мнение склонится. Так, вот, так что здесь вот у нас мишка видео, так, видео у нас в нашем айфоне можно снимать Full HD 1080p, и когда, например, на айфон 14 записывается на какой-то свой окон, то это еще и свой айфон. Смотрите, как он сохраняется, смотрите у себя на телефоне, на айфончике, получаете когда-нибудь переключение, смотри, все это, иначе видео как-то стабилизируется, но так уж сильно все это, все это вот так уж не трясется. Давайте посмотрим, давайте посмотрим. Посмотрите. Наверное, каждый по-своему заметит, или по-своему сделает выводы. В принципе, я вот здесь включу вот такая вот фонтальная камера. Да, я не буду здесь покупать. Ой, то есть, скучу здесь много пикселей. Надо еще раз узнать, что еще он мне рассказал. В принципе, рассказал я вам все, что мог. Давайте для полного теста, для полного обзора включим какую-то игрушку, например. Давайте включим на ТАСН-Андреэс. Так, здесь у вас включается. Так, ТАСН-Андреэс. Вообще, когда я, правда, устрашиваю, по-шему-то густому, по-шему-то, 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 я никогда не допустил, когда в 2014 году принять со мной на своем телефоне время, технологии, и как-то. Так вот, давайте, по-божему, почему мы видим на своем телефоне, по-шему-то, 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 по-шему-то. И в порядку, сказать, в порядке, по-шему-то, по-шему-то, По-шему-то. Так, как вы ее заметили, у нас в машине вот эта ебаная побитая.